Ещё раз всем добрый вечер. Я представлюсь, я преподаватель Центра компьютерного обучения. Меня зовут Елена Валерьевна. И у нас сегодня с вами на повестке дня обсуждение одной очень любопытной функции программы бухгалтерии третьей редакции. Я имею в виду пакетное оформление актов и счетов. Если мы с вами в программе бухгалтерии заглянем в раздел «Покупки», «Покупки», «Поступления», «Акты накладные» – это стандартный наш с вами вариант, когда мы оформляем услугу. Это речь идёт о том, что нам оказывают услуги. А вот если мы оказываем услуги, вот когда нам оказывают, понятно, что мы каждый акт будем вводить отдельно. А вот если мы оказываем, идём в раздел «Продажи», там есть реализация актов «Накладные» и опять же реализация услуги «А». Я могу это сделать совершенно спокойно, но иногда, иногда это не очень комфортно. Например, я могу выступать в роли арендодателя. Ну вот тогда вы уже прекрасно представляете, что будет происходить. Я ежемесячно своим арендатором буду начислять аренду, а значит, буду выставлять им акты об оказании услуг. Каждый раз одно и то же. Ну и, в общем-то, функция копирования всё равно. Ну да, она немножко сократит мне объёмы работ, но сильно не поможет, сильно не поможет. А значит, что я могу тогда делать? Я могу воспользоваться функцией пакетного оказания услуг. Вот сейчас опять же, вот хочу обратить ваше внимание на мою командную панель раздел «Продажи». Вот видите, я могу сделать только реализацию. Но в отличие от покупки, где, естественно, как бы мне оказывали услуги, я просто каждый раз буду регистрировать отдельный документ, в случае реализации я могу поступить иначе. Я могу себе включить дополнительную функциональность программы. То есть я отправлюсь в раздел «Главное», команда «Функциональность». Раздел «Главное», команда «Функциональность». И в «Функциональность» на закладочке торговля включается вот эта опция «Пакетное выставление актов и счетов фактур». «Пакетное выставление актов и счетов фактур». Ну, окно функциональности, как всегда, стандартненько, стандартненько. Никакой кнопки сохранить не имеет. То есть на самом деле, вот это вот, пока я ставлю флажок, ну вот если вот, смотрите, если приглядитесь, там очень быстро часики песочные появляются и пропадают. Что мне это дает? Если я опять зайду в раздел «Продажа», вот видите, у меня изменилась группа команд «Продажи». У меня появился новый вид документа «Оказание услуг». Но ни в коем случае нельзя путать. Вот это непростой, упрощенный вид операции. То есть у нас с вами, да, вот я могу сказать, реализация услуги, а могу якобы сказать «Оказание услуг». Ничего подобного категорически. Мы «Оказание услуг» с вами оформляем. В каком случае? Если мы одну и ту же услугу, какую-то одну услугу, оказываем достаточно большому количеству контрагентов. Достаточно большому количеству контрагентов. Что нам с вами это дает? Да вот возможность как-то покомфортнее работать. Вот и давайте-ка. Значит, я нажимаю кнопку «Создать». Ну вот, к примеру, я действительно являюсь ориентодателем, и каждый месяц я своим контрагентам выставляю акты соответствующие. Дата 31 января в моем случае будет «Вид расчетов». Ну, здесь, я думаю, будет удобнее просто показать. Поэтому я создам, вот у меня сейчас здесь нет ничего, я создам новый вид расчета для собственного удобства. Напишу, что это аренда. Аренда. Поле «Вид расчетов», с одной стороны, не является обязательным для заполнения, с другой стороны, с другой стороны, очень полезная вещь. Ну, вот буквально минут через 10 мы с вами выясним, почему. «Номенклатура». «Номенклатура». В услуги тоже, опять же, добавлю то же самое аренду. «Аренду». Напоминаю, что по услуге «Единицу» измерения указывать не обязательно. «Номенклатурная группа» будет основная. Или вот могу отнести к услугам даже. «Услуги». Записываем и выбираем. Ну, и чисто визуально, вот если я просто открою, чтобы вы могли сравнить, у нас стандартный вид, когда мы оказываем реализацию. Мы в шапочке с вами указываем кому, да, то есть контрагента, договор, и в табличной части указываем услуги. А здесь, видите, сделано наоборот. То есть в шапочке мы указываем с вами номенклатуру, в нашем случае вот услугу по аренде. А на закладке мы указываем контрагент. Ну, в части НДС варьируется, да, флажком, то есть включает или, то бишь в том числе, и если не включает, да, то это у нас с вами будет НДС сверху. Ну, и дальше мы добавляем контрагент. Поскольку вот в этой конкретно базе пакетное оказание услуг оформляется первый раз, то у меня какие есть варианты. Я могу нажимать кнопку «Добавить», я могу нажимать кнопку «Подбор». Но надо нескольких, поэтому все-таки будет кнопка «Подбор». И вот у меня в папочке «Покупатель» есть одно и количество организаций. Я прям вот для удобства, смотрите, возьму первые три. Здесь вот не очень удобно. Подбираем двойным щелчком. Записи, к сожалению, цвет не меняют. То есть обычно у нас с вами стандартненько, когда мы выбираем что-то. Программа цвет строки меняет, серенькая она такой становится. Здесь нет. Поэтому очень аккуратно, вот смотрите, сколько раз двойной щелчок сделаешь, сколько раз она и добавит. То есть надо очень аккуратненько, двойной щелчок сделали, аккуратненько к листикам окошко закрыть. Так, я добавлю им договора. Ну, в моем случае я просто создам новые. Они у меня будут все одинаковые, чтобы просто мне удобнее было объяснять. Поэтому от 1 января у меня будут по каждой организации абсолютно идентичные договора. Ну и, соответственно, третий, да, от 1 января. Вид договора стандартный с покупателем. Что дальше? Дальше. Напоминаю, что в случае с услугой количество указывать необязательно. То есть хочу указываю, хочу, нет. И мне остается указать только цену. Соответственно, цена, ну, к примеру, для каждой организации составит 100 тысяч рублей. Ну и, как я уже говорила, индивидуально. Следующим этапом, на что всегда нужно обращать внимание, если вдруг мы с вами как раз пользуемся вот этим пакетным оформлением услуг. Смотрите всегда в нижнюю часть. Там, видите, выписано счета фактуры на сумму такой-то. То есть если мы сейчас заглянем на закладочку счета фактуры, вы увидите, что по каждой позиции программа предлагает выписать счет фактуру. Флажки стоят. Сам документ выписывать не надо. Программа при проведении его сформирует автоматически. Счета учета без комментариев. Ну и закладочка дополнительная, она тоже никаких комментариев не требует. Что нам с вами это дает? Вот если мы посмотрим дебет, кредит. Ну, записать, провести, естественно, да. Вот смотрите, 62-й, 90-й по каждому контрагенту, вот у меня есть три, вот они, вот гамма, вот дымовой, вот контакт. Вот программа мне, что сделала, реализацию, проводочка по реализации. И плюс она, что сделала, начислила НДС. Кроме того, она мне сделала, естественно, запись книги продаж. Я вижу, вот регистр НДС продажи. Вот такая вещь. С точки зрения работы, что я еще получаю? Если я нажму кнопку печать, вот смотрите, акты, заметили? Акты об оказании услуг. То есть она мне выдаст печатные формы актов с линии разреза. И вот здесь, кстати, смотрите внимательно. Документ у меня датирован 31 января. После проведения программа присвоила номер первый. Вот когда пользуемся пакетным оказанием услуг, все удобно, но есть одна тонкость. Когда печатаешь акты, здесь номера, видите, она ставит через слэш, через дробь. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3. Но если надо, это все прекрасно правится руками. А вот со счетами фактурами здесь все абсолютно четко. Вот если вы посмотрите, вот видите, я открыла первый, второй, третий и так далее. Ну и если даем, то можно и универсальный передаточный документ сделать. То есть здесь тоже никаких проблем у нас с вами нет. Абсолютно. Так, что мы делаем дальше? Для того, чтобы в полной мере обговорить вот этот функционал, надо хотя бы по паре видов услуг сделать документ и за хотя бы два месяца. То есть, к примеру, если я помимо аренды еще каким-то другим, в данном случае, чтобы мне показать другим контрагентам, оказываю консультационные услуги, я тоже могу поступить так же, создать новый документ, сказать что-то с тем же 31 января, но вид расчетов я создам новый. Вот через несколько минут как раз посмотрим, зачем. Скажем, я скажу, что это у меня услуги. Номенклатура. У меня там есть, честно говоря, рояль в кустах. Некие консультационные услуги. Ну и подбираю в покупателях другие три. Это Трама, это Тарповый дом и Планета. Точно так же мне придется им создать договора. Ну пусть даже вот будет все на тех же условиях. Здесь просто, чтобы вас не смущало 1 января, мне исключительно для удобства, не более того. Ну логично здесь все-таки, да, 6 января сделать. И цена будет 2 тысячи ровно. Ну вот так. Опять же, смотрите, я по этой номенклатуре документ делаю первый раз, поэтому я проверяю, что вот они у меня выписаны. Иду на закладку счета фактуры. Здесь тоже все мило, все хорошо. То есть дальше у меня все замечательно. Мне остается только документ, естественно, провести, распечатать. То есть здесь все стандартно. И получаю все тот же вариант. То есть вот у меня проводочки по реализации и плюс начислен НДС. Ну и могу даже вот показать для интересующихся книгопродаж. Она у меня ведется автоматически. Вот мне программа сделала записи книгопродаж. То есть все абсолютно четко, все адекватно. Вот мои первые три – это аренда. И следующие три – это консультационные услуги. Ну, плюс первый, плюс первый, я думаю, вы со мной согласитесь. Я же могу действительно сделать документ по оказанию услуг сразу на иное количество контрагентов. Здесь надо просто помнить об ограничении, что номенклатуру можно указать только одну. Ну, значит, если мы помимо аренды там действительно, к примеру, еще оказываем какие-то услуги, связи и что-то еще, это будет делаться отдельный документ. Второе, что еще очень удобно, если все-таки мы пришли к выводу, что нам этот документ интересен. Есть любопытная функция у поля вид расчета. Вот первый раз, первый раз мы с вами все создаем от и до руками. Я вот сделала вид расчетов аренда, вы же видели. Я сделала вид расчетов услуги. А дальше как это облегчит мое существование. Дальше вот наступил февраль. Я последним числом февраля начисляю аренду. Значит, тогда я уже могу облегчить свое существование. Каким образом? Дата стоит, а я еще выберу вид расчетов аренда. Ну и понятно, номенклатура у меня тоже называется аренда. Теперь я могу добавлять контрагентов руками, а могу нажать кнопочку заполнить, команда по виду расчетов. И мне программа потянет те организации, которые я указала в январе. То есть когда мы вводим вид расчетов, с точки зрения программы это самый обычный текст. То есть вот видите, самое обычное текстовое поле. Но любопытно оно как раз тем, что под видом расчетов программа потом запоминает нашего с вами контрагента. Эта информация, вот сейчас покажу, в частности у нас регистрируется в договоре. Вот я открыла договор. Видите, последняя ссылочка, там где срок действия, это поле вид расчетов. Можно, кстати, при вводе договора сразу относить того или иного контрагента к какому-то определенному виду расчета. Ну, понятно, если надо исключить, то, соответственно, это поле просто достаточно очистить. Можно отнести к другому виду расчетов. Здесь ограничений нет никаких. Главное помнить, что потом по виду расчетов нам программа будет заполнять документ. То есть мы сказали, что это аренда при проведении, она запомнила. Сумму остается указать цену, ну, не знаю, там, пускай будет, опять же, по 100 тысяч. При этом, кстати, вот, опять же, никто мне не мешает использовать ситуацию, когда для разных контрагентов будет разная цена. Ну, если это аренда, согласитесь, что это же будет зависеть от многих показателей. То есть мне никто не мешает указать разную цену. Но, вот смотрите, я сейчас сделала документ за февраль. Вид расчетов, экономия времени, я думаю, вы со мной согласитесь, она ощутимая. Но всегда смотрим в нижнюю часть документа. Видите, там сейчас, в отличие от предыдущих двух документов, она мне показывает, что счета фактуры выписаны на сумму 0. То есть идем на закладочку «Счета фактуры». И если, когда документы мы просто открывали и заполняли, она добавляла и галки стояли, выписан счет фактура, то здесь мне придется нажать кнопку «Отметить все». И только тогда я вот уже увижу не только всего, да, а что будут выписаны счета фактуры. И все остальное у меня остается так же. Ну, поскольку мы обсуждаем, мне надо еще кое-что показать. То есть, к примеру, у меня в феврале появился какой-то новый арендатор, и он у меня вид расчетов аренды в принципе не входил. Значит, я его в этот раз добавлю руками. Ну, пусть будет планета. И создам новый договор. Это будет, к примеру, договор 11. Ну, пускай от 1 февраля. Ну, первый раз опять же в этом, да, да, все исполняю руками. Обязательно проверяю, чтобы вот все счета фактуры были. Провожу здесь, вот никаких изысков. Как видите, все мило и хорошо. Да, есть такое дело. А дальше, дальше, опять же, вот надо мне начислить аренду уже в феврале. Да, не вопрос. Простите, в марте. В феврале у меня уже был. Опять же, я выбираю вид расчетов аренда и заполняю по виду расчетов. Обратите внимание, она запомнила. Она запомнила. А, к примеру, чисто гипотетически гамму удалю и тымовой удалю. Ну, скажем, расторгла я с ними договор. Ну, опять же, сумма чисто гипотетическая, это не принципиально. А важно другое, не забывать про счета фактуры. Эти документы прекрасно проводятся. То есть, вот экономия времени, я думаю, вы со мной согласитесь, она колоссальная. Но она еще колоссальная за счет вот этого поля, вид расчета. И дальше, в апреле, просто мне надо показать. Если я сейчас заполню, видите, она все равно. Там же, помните, я две строчки удалила, но программа вид расчетов по контрагентам запомнила в договоре. И то, что я строку удалила, этого ей недостаточно. То есть, если мне нужно, чтобы действительно больше гаммы и дымовой не фигурировали, мне нужно зайти вот сюда, вот в договор. И поле, вид расчетов очистить. Только в этом случае, только в этом случае у меня список будет, опять же, в дальнейшем подкорректирован автоматически. И вот исходя из этих соображений, что еще очень важно. Конечно, надо для себя писать вид расчетов, вид расчетов как-нибудь поподробней. То есть, если я, например, возьму и начну плодить виды расчетов, вот, знаете, как очень часто бывает, когда делают, допустим, вот такого рода. Вот так. Но вы же видели, на самом деле, функция вот вообще вот этого вида расчетов, она интересна, чем программа под видом расчетов будет, по сути, запоминать нам в списке контрагентов с их договорами. И вот, когда добавляется вот такая безликая формулировка, это в жизни очень неудобно. То есть, она меня тогда возьмет туда абсолютно всех моих контрагентов. А если я, к примеру, вот я же вам когда показывала, я одних включила, отнесла к виду расчетов аренда, других отнесла к виду расчетов услуги, у меня это были два разных списка. А бывает, когда вот поступает, ну, это вот безобразие, сейчас я просто опять же покажу, это лучше показать, это вот из серии сделали, больше так никогда не делаем. То есть, делают вид расчета, вот такой безликой формулировки, ну, потому что действительно, вроде как, ни к чему не обязывает. Ну, сейчас я договора создам, просто, чтобы мне было удобнее показать, как видите, уже пошла привязка другие договора, потому что в договоре есть поле вид расчета. Вот так, и сюда же я еще и добавлю всех остальных. Да, компьютер указала два раза, сейчас я его удалю. Видите, зато уже запомнила. Ну, вот, просто, чтобы контраст не была. Ну, и я не знаю, опять же, порублю. Вот, что здесь не хватает, это, конечно, возможности быстро все заполнить, но у нас действительно сумма с вами может быть разная. Вот, смотрите, я запомнила документ, пусть будет порублен, а мы это не принципиально. Важно, что я получила, в общем-то, вариант некорректный. То есть, чисто гипотетически. Цель у меня была та же самая. У меня есть три арендатора, гамма-домовой, Комтар, и есть три клиента, которым я оказываю услуги. А я взяла, вот, да, и все это маханула под вид расчета, взаиморасчета с покупателем. Вот, когда мы с вами это все вводим, программа, вот, смотрите, вот, открываю договор, она уже привязала договор к виду расчетов. Я еще документ не проводила, я не проводила. А значит, что меня ждет? Вот у меня, вот эти организации, первые три, являются только арендателем. Но если я дальше и хочу оказывать консультационные услуги, я говорю, что заполнить по виду расчетов, вы видите, она мне опять всех добавляет. Я буду тут сидеть, сидеть, и вот список контрагентов просто чистить. Это, ну, никуда не годится. То есть, очень важно. У нас список контрагентов может отличаться. Поэтому категорически нельзя делать вот такие вот безликие вещи, как делают взаиморасчеты с покупателями. Страсти. А потом мы с вами будем постоянно-постоянно исправлять табличные части. Кому это нужно вообще? Да никому. Программа ведет себя абсолютно адекватно. И вид расчетов может быть, подчеркиваю, любым. Но помните о том, что если мы указали поле вид расчетов, оно автоматически заполняется при вводе договора. При вводе договора. И дальше уже у нас есть возможность ускоренного заполнения табличной части. То есть, помимо стандартных вариантов «Добавите подбор», мы с вами уже используем кнопку «Заполнить». И тогда вот действительно получается замечательная функция. Вот, ну, никто мне не мешает ежемесячно оказывать вот эти самые консультационные услуги. Но у меня есть определенные клиенты. Да и не вопрос. Вот они все. Мне осталось только указать цену там какую-то там. Абсолютно, упс, простите. Абсолютно неважно, какую цену в нашем случае конкретно. Но я указываю цену, она может отличаться, она может быть одинакова. Если я в данный конкретный месяц контрагенту торговой думы эту услугу не оказываю, я его просто удалю из документа. Если я с ним прекратила договор, да, вот расторгла по каким-то причинам, значит, я его не просто удалю из документа, я еще и удалю вид расчетов из договора, чтобы мне программа, организацию, с которой договор расторгнут каждый раз, каждый раз, не добавляла форму документа. То есть я это сделаю совершенно спокойно. Никаких ограничений здесь нет. Но не забывать про счета фактуры, не забывать. Вот, смотрите, я торговый дом, вот у меня в феврале еще консультационные услуги я оказываю, но, к примеру, я вот уже расторгла с ними договор, либо там срок заключения договора подошел к концу, да, договор. Значит, тогда, теперь вот в марте, в марте я буду создавать все те же услуги, номенклатура, заполняю по виду расчетов. Вот, как видите, никакого торгового дома нету. Если понадобится, то я всегда могу добавить его вручную. И как только, как только я это сделаю, вот, опять же, смотрите, что произошло. Простите, я еще документик-то не доделала. Сейчас. Сейчас мне надо показать, потому что это важно. Вот, смотрите, я документ доделала, провела, но вид расчетов уже не появился автоматически. Заметили? То есть я должна или добавить новый договор с торговым домом, или добавить новый договор, то есть вот чисто гипотетически, у меня там апрель на дворе, вот я опять, значит, со своими услугами. Видите, как? Либо я добавляю обратно торговый дом, повторяю, подразумевается же ситуация, что у меня договор с этим контрагентом, неважно по каким причинам, но он прекращен. То ли срок договора подошел до конца, то ли я расторгла договор, это не важно. Ну, для того, чтобы у меня обратно сюда автоматом добавлялась фирма торговый дом, мне надо или, или, опять же, создать новый договор, причем договор идет четко с привязкой, ну, вот такой пусть будет, к виду расчетов, вот показываю, когда его создаешь, новый, она сразу заполняет вид расчетов. То есть вот так вот я могу поступить, или я должна открыть вот тот договор, может, я по ошибке удалила, там, что-то проверяла, решила, что не нужно, не знала об этой функции, а потом вот поняла, о, а функция-то хорошая, и она мне очень сильно нужна. Значит, я могу просто открыть договор и все-таки вручную добавить вид расчетов. Вот теперь, если я опять начну заполнять по виду, как видите, она мне подтянула, ну, я тут немножко перестаралась, я показывала и добавила ему и новый договор торговому дому и подкорректировала предыдущий. Давайте я все-таки оставлю что-то одно, одно, ну, кстати, логичнее будет оставить все-таки новый договор, а вот здесь вот очистить. Ну, такая вот, между прочим, интересная функция есть у программы. Я думаю, вы со мной согласитесь, экономия времени по факту колоссальная. Единственное, вот на что обращаем внимание, точнее, вот на какие моменты мы с вами обращаем внимание. В первую очередь на вид расчетов, то есть нас никто с вами не ограничивает, не ограничивает. Я могу здесь добавить их энное количество. Ну, услуги – это классическая ситуация, но если я, к примеру, ежемесячно что-то продаю, отгружаю какую-то там номенклатурную позицию, я точно так же могу это все сделать. Ну, то есть не только, не совсем я корректно сказала, извините, не только консультационные услуги, а это у меня вот может быть, вот смотрите, у меня в качестве образца есть там некие там транспортные услуги, вознаграждение, продажу, да. Мне никто не мешает там оформить доставку точно так же, точно так же. Но тогда я могу еще, ну, пускай у меня будет вот та же доставка, например. Я могу еще показать, какую есть, да ведь я же могу вид расчетов не заполнять. Я вот, к примеру, оформляю доставку нашим покупателям, вот у меня «Домовой планеты» и «Трам». Вот, создам вам новые договора, вы видите, в отличие от предыдущих документов, договора программа потянула сама, первый раз, между прочим, за все. Почему вид расчетов я не указала? Ну, я для чистоты эксперимента создам новые договора, просто опять же, чтобы показать. Так, ну и здесь, соответственно, у меня будет 35-й. Ну, и опять же, напоминаю, количество имеем право не указывать, поскольку речь идет об услугах. Ну, и какая там цена у меня пойдет, скажем, 5000, здесь будет, допустим, 1000, а здесь будет 2000. Ну, вот некая такая условная доставка. Когда новую запись делаю, счета факторы она делает сама, я опять же провожу, все распечатываю, здесь нет у меня никаких ограничений, за исключением, что, видите, по кредиту 90-го отсутствует субконта. А у нас с вами по 90-му, что имеет место быть номенклатурной группы, ставки НДС, номенклатура. А значит, что мы с вами получаем? Если я не указываю вид расчетов, документ прекраснейшим образом проводится, да никаких проблем. Видите, она мне взяла, провела. Ну, подумаешь, там какого-то субконта не хватает. Вот в предыдущем случае у меня стояло что? У меня стоял вид расчетов по 90-му счету. Ну, я не указала и не указала. Ну, и мои проблемы. Вот у меня здесь аренда стоит. Никто мне это делать не мешает. Радь богу, это мое личное дело. Ну, минус-то такой, если мне вдруг опять понадобится вот по каким-то причинам и этим же контрагентам оформить ту же самую доставку, заполнение по виду расчетов, видите, оно ни к чему уже не приведет. То есть, если поле не заполнено, она просто тянет всех подряд. И мне опять же придется вот здесь вот сидеть, вычищать вот этот список. Это вы посмотрите, у меня все-таки база тестовая, она не очень большая. То есть, вы представляете, вот в жизни, в условиях крупной организации, какое это тихое сумасшествие. Я бы сказала, вот этот списочек весь очистить, проверить, потом еще всем выписать счета, факторы. Ну, то есть, это как минимум некомфортно. Некомфортно. И вот такой вот у нас с вами есть документ. Повторяю, пакетное оказание услуг нам с вами доступна. Это функция типовая. У нас появляется с вами журнал документов оказания услуг в разделе продажи, только если мы включили соответствующую функциональность. А мы с вами начали с того, что я вот сказала, что надо включить функциональность на закладочке торговля пакетное выставление актов и счетов факторов. Безумно удобная вещь. И очень удобно, очень удобно как раз то, что мы можем использовать поле вид расчета. Мы можем с вами сформировать реестр документов вот этих вот. Ну, допустим, я за первый квартал сделаю. Ну, нюансы какие, подчеркиваю. Акты об оказании услуг, она нумерует через дробь. Ну, вот они у меня, видите, как теперь идут. Ну, вот сейчас вот. Видите, 4.1, 4.2. Да-да-да-да. Хотя со счетами факторами нумерация абсолютно идеальная. То есть она идет у меня вот четко совершенно. Видите? Ну, и вид расчетов. Если у вас несколько вариантов услуг, а здесь, видите, ограничения, можно оказать только одну услугу. То есть если я одному и тому же контрагенту, например, планете, и аренду оказываю, и какие-то консультационные услуги, я все равно буду делать разные документы. Потому что ограничения, номенклатурную позицию, я могу указать только одну. Ну, и получается, ну, в принципе, у нас вообще в третьей редакции в основном, в основном, журнал это для каждого вида документа отдельно. То есть где я могу тогда увидеть? То есть вот здесь получается, смотрите, если я делаю реализацию отдельным документом, сейчас я просто сделаю, чтобы показать, ну, пускай оно у меня будет 10 апреля. Контрагент, вот есть какой-то там тран, да, и я добавлю там какие-то услуги, ну, просто чтобы был ремонт какой-то. Я оказала на сумму 10 тысяч рублей. У меня будет ремонт. Ну, естественно, выписала счет фактуру. Вот абсолютно стандартный документ с абсолютно стандартными проводками. Неудобство может быть еще какое, что у меня получается, если я часть оформляю стандартно, как привыкла к документам реализация, а что-то вот я вот, да, увидела, функция удобная, мне подходит, что-то оказание услуг. Да, вот у меня два отдельных журнала, где я это могу увидеть все в действии. Ну, самый простой вариант – это пойти в раздел «Операции», журнал «Операции», где у нас отражаются абсолютно все документы. Вот они у меня. Вот, видите, вот у меня оказание услуг, вот у меня счета фактуры, вот она реализация. Но здесь вообще абсолютно все документы, то есть я вижу еще и начисление зарплаты, которая мне, например, ни к чему. Поэтому удобно тогда просто сделать следующее. Вспомнить, что у нас все настраивается в программе, то есть через настройку навигации сказать, что я хочу видеть журнал документов покупателей. И здесь у меня будут как раз вот только мои реализации, счета фактуры и оплата от покупателя. Но никакой зарплаты не будет. И, соответственно, вот я получаю, смотрите, вот у меня документы по оказанию услуг в одном месте. И здесь же еще отдельно взятый документ реализации. То есть вот такая вот очень удачная, очень удобная функция. Вот здесь, кстати, хорошо видно. Вот, видите, про счета фактуры напишут, что документ был создан автоматически. И если я действительно вот оказываю регулярно одну и ту же услугу разным контрагентам, великое дело. Ну вот единственная недостатка это то, что она номера актов пишет через дробь. И тогда, если что, править руками. То есть вот так вот. Ну как? Полезные вещи. Я очень надеюсь, что кому-то все-таки пригодится. Да, потому что функция такая вот интересная. И использовать ее можно и нужно. Я очень надеюсь, что кому-то пригодится. Но еще просьба огромнейшая. Обратите внимание на все-таки вид расчетов. И если вы действительно будете использовать, в частности, оказание услуг, обработку, то вид расчетов задаем всегда и всегда расписываем подробно. То есть нас с вами никто не ограничивает абсолютно никаким образом. Сколько есть, только там мы пишем с вами. Услуги по аренде, услуги такие, услуги сякие. И пометуя о том, что при создании договора из документа программа сразу будет связывать договор и вид расчетов. Есть еще второй вариант. Мы всегда в договоре можем руками. Это в дополнительной информации вид расчетов убрать или добавить. И дальше уже, по сути, идет заполнение списка по виду расчетов. Ну, вот это вот вообще, я бы даже сказала, почти божественно. Это все, что я хотела сегодня рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова